так вот что с ним произошло в августе 1869 года он находился проездом в пензенскую губернию по делам вновь приобретенных земель остановился в городе арзамасе и вот там он пережил очень страшное как он потом говорил события поехал туда один отрешился от писательских семейных забот соответственно проезжая по местам российским молитвенная природа молчание ума он отрешился от своей каждодневной писательской работы ум замолчал судя по всему ну когда он глядывал что вот в эти просторы которые по пути ему открывались на значит молитвенное состояние все-таки возникло невольно глядя вокруг когда едешь по пустынным местам по тем местам где открываются широкие российские просторы ум молчит идет поток доехал даже масса он в общем-то за ночевал там и когда он остался один в комнате готовился был отойти ко сну с ним произошло следующее я убегаю от чего-то страшного не могу убежать я надоел себе не сносим мучителен себе я хочу заснуть забыться не могу не могу идти от себя я вышел в коридор думаю идти от того что мучила меня но она вышла за мной я мрачила все мне также еще больше страшно было я видел чувство что смерть наступает и вместе с чем чувствовал что ее не должно быть все существо мое чувствовала потребность право на жизнь и вместе с тем совершающиеся смерть это внутренние раздирание было ужасное я попытался стряхнуть этот ужас я лег было но только улегся вдруг вскочил от ужаса и тоска и тоска такая же душевная тоска которая бывает перед рвотой жутко страшно как-то жизнь и смерть сливались одно состояние действительно очень точно им определено как предродовое вот конфликт между эго психическим существом идет большой поток мощная энергетика жизни смерть сливается в одно тошнота комок в районе груди это все то что ну если бы он как бы здесь в этот момент расслабился это все реализовала до реализовалась бы совершенно точно в нужном варианте сам толстой назвал это событие арзамасским ужасом который потом вспоминал вспоминал всю жизнь это тоже настолько задел его сознание что в течение какого-то времени он просил прятать от него веревку и ружье из-за страха убить себя когда вдруг наступит такое состояние вот насколько он был этим состоянием напуган представляете готов был покончить жизнь самоубийство то есть тело исчезнуть вот есть самый страх смерти вот такой страх исчезновения чем больше его тем страшнее человеку в этом состоянии становится те кто идут молитвенном путем них проблем с духовным рождением не бывает поэтому как можно раньше нужно переходить с медитативной работы на молитвенный путь открыли поток медитативно переходите на молитву идет очень мягкий переход совершенно так сказать качественно новые приобретения у вас происходят вы сдаетесь и поэтому вот эта конфликтная предродовая ситуация на не столь остра и столь остра что был близок в тот момент толстой к рождению внух и 1 не мог допустить смерти да он не мог отказаться от прошлого не мог умереть для прошлого это было выше его сила потому бегство бегство страха бегство от неизвестности вот он это бегство и совершил вот такая его история но теперь я в заключении хочу предложить вам традиционную историю молодой женщины который искренне стремилась обрести истину и брела ее историю духовного становления заслуживает самого пристанного внимания я хорошо ее знаю этот некоторые из присутствующих в зале тоже его знает вот ее история 1990 году я стала работать преподавателем и читал лекции в колледже белоруссии она живет минске и вот она начала работать в девяностом году преподавателем период когда уже советский союз готов был перестать существовать через год он действительно перестал существовать и вот она в этот период начала преподавательскую деятельность среднем учебном заведении спустя три месяца после начала работы у меня появился четкий напряженный звон в ушах а еще через некоторое время беспричинно поднялась температура державшиеся несколько месяцев плюс ко всему я ощущала внутреннее давление распирающие голову эти явления связывала с новой для меня работой обратилась к врачам которые после длительного обследования фактически объявили меня симулянткой начав преподавательскую работу она как человек серьезный относилась очень серьезно к тому что она делала она делала все это с душой и соответственно то что она форме лекций и бесед реализовывала она делала это в реальном времени здесь сейчас то есть она делала это не с ухо не по какому то заведомо заготовленному шаблу она делала это действительно с душой и соответственно сам процесс работы работы вот этой искренней работы в реальном времени здесь сейчас вызвал безусловно реакцию реакцию которая выразилась нисхождение поток у нее пошел поток но сам этот поток вызвал у нее много всяких неприятных моментов какие тогда оказалось это звон в ушах поднималась температура беспричинно давление распирающей голову то есть симптоматика какой патологии на самом деле это просто характерные признаки открытия нисходящего потока она не понимала что происходит естественно пугалась а когда пугаешься сопротивляешься то все эти явления просто усиливается нет правильного понимания приятия этой силы понятно наверно и многие люди духовно одаренные безусловно в каких ситуациях вот испытывают по жизни подобную симптоматическую картину и пугаются и думают что у них начинаются какие-то неприятности здоровья на самом деле далеко не так так он не так весной 1997 года а нет я продолжу эти явления связан с новыми работой обратилась к врачам которые после лить на расследование фактически объявили меня симулянтки с этим понятно весной 1997 года у меня сложилось тяжелое финансовое положение как-то проснувшись утром я съела последнюю корку хлеба в прямом смысле пошла на работу несмотря ни на что мое внутреннее состояние в этот день было волшебным все казалось залитым светом легким и сияющим я не шла я плыла парила в неком безвоздушном пространстве то есть я не чувствовала даже сопротивление воздуху казалось что его вовсе нет и в этот момент я вдруг обратилась с молитвой к богу это был спокойный и сильный внутренний призыв господи я не хочу тратить свою жизнь на добывание денег на эту суету и напряженность я хочу познать тебя и быть с тобой критический момент жизненный когда действительно на здесь не лукавит на съел последнюю корку хлеба и у нее уже ничего не было никаких перспектив и на тогда обращается к богу обращаюсь с богу не с просьбой чтобы они хлеба дал там или еще кого-то для материального обеспечения лучше я хочу познать тебя не хочу тратить жизнь на добывание вот всего того что в общем то должно просто быть иначе духовная работа никакой не состоится если ты не имеешь какой-то минимум в жизни до обеспечении кровь одежда пищи это должно просто быть чтобы ты не тратил свою жизнь на добывание чего-то что полностью поглотит твое сознание вот и она вас с этой просьбой с очень конкретной я хочу познать тебя и быть с тобой обратилась господу если вы абсолютно искренне и не лукавить и то тогда проблем нет если вы хотите обрести там чего-то эгоистическое да и попросите то вам ничего не будет а если вы действительно серьезное главное внутренне имеете в виду то тогда к вам все придет все придет совершенно неведомыми путями для меня это было с одной стороны нового вот это само все обращение а с другой естественно необходимо вместе с тем я попросила прощению господа и сказала ему что мне нужно жить достатка у меня уже был ребенок которым нужно были дом еда и одежда и я приняла решение ребенок не только сама им надо было обеспечить еще жизнь ребенка так вот смотрите я попросила прощению господа то есть она попросила прощение в том смысле она покаялась что от падения от него она почувствовал что она от него отпала забыла его признать самое главное это грех если говорить о грехах это не то что-то по частям одно другое третье это у нас много чего можно разряду греховного прописать а самый главный грех источник всех остальных грехов этот падение от высшего начала забвение его если мы признаемся в этом себе это будет ну самый ну что ли лучший статовой площадкой для реализации духовной работы не медитации начать не молитвы начать а признать факт от падения своего от этого высшего начала вот с этого надо начинать на духовную работу серьезную об этом надо помнить потом ноги и дайте метод дайте медитации дайте там еще что ну и будете выгонять этот метод до самой смерти тела и толку какого нужно тут последовательно с главного начать то есть признаться себе честно и искренне что ты живешь совсем не так как надо боже что ты отпал от того высшего начала который тебя породил это вообще забыл свое происхождение с этого ты надо начинать серьезную работу на пути и я приняла решение вот это она произнесла такие слова я купила библию и стала я добросовестно читать конечно я мало что понимала но некоторые слова и фразы из нового завета во мне остались смирение поверь и вам дано будет ревнуйте о дарах годних я есть путь истинная жизнь да будет воля твоя вот это и запало в этот период у меня появилось острое ощущение собственной ущербности и оказалось себе не настоящий и думаю как то не так и дышу неправильно вообще виду не настоящую жизнь тогда появилась новая молитва господи помоги мне стать настоящей твоей дочерью дабы я могла знать и исполнять волю твою просьба не зажженная помоги мне стать настоящей твоей дочерью опять не финансовую помощь просится то что действительно имеет в основе но какой-то глобальный смысл всеобъемлющие смысл ясно наверно у нас все по мелочевке помоги там сына помоги избавиться от коклюша и там или от геморроя там кого-то у нас всякие то просьба то вот если мы обращаемся только к так что-то кто-то кольнет мы развод еще мы еще просить вот об этом об этом об этом главное мы забываем мы забываем что если реализуется нашей жизни главное что все остальное просто прикладывается так и должно быть мы пытаемся распылять эти просьбы или внимание свое на какие-то мелочи а главное остается где-то в стороне вот то основное ради чего мы вообще сюда и пришли то мы пытаемся жизнь по мелочам как-то вот слепить сладить я стала активно искать выход вовне пошла в православную церковь потом протестантам потом к рериховцам вот как раз когда она к нам перешла на от рерих перешла здесь москве была конференция какая-то рериховцев и мы в этом же зале проводили занятия потом они должны быть конференцию проводить от не здесь было другом месте и вот и мы там с ней встретились просто ну увиделись они тогда очень увлекались рериховцами это был такой порыв но потом они очень просто расстались уже с тем что тоже им удовлетворение ты не принесло знаете православная церковь протестантская церковь рериховцы что идет поиск православный ничего не нашла протестантов не нашла у рериховцев но тоже ничего не нашла то есть душа она четко знает что и на дне развлекаться развлечения она не приемлет и тесноты и тюрьмы вот этой где-то вот в рамках каких-то заповедей узкокелейных и не развернуться душа должна просто отчувствовать и когда она почувствует простор вот тогда я никакую тюрьму не посадишь никто и не нужен никакой организации церковная она должна чувствовать творческую свободу в духовной реализации вот так вот она рассказывает о что находил туда-сюда поняв что сама ничего не могу найти и обратилась и обратилась новой молитвы к богу господи наставь меня на путь истиной тоже просьба нормально знать как последовательно она реализует тут пытается реализовать вот именно последовательно теперь наставь меня на путь истиной походил походил понимаешь что все не так 1998 году появились тяжелые головные боли затрагивающие правую половину головы и правую глазницы сопровождающиеся тошнотой это состояние могу продолжаться течение всего дня особенно больно было думать я вновь обратилась к врачам которые провели полное обследование головного мозга сосудов глаз и ничего не нашли и сказали что это ваш крест и вам его нести это я и делала периодически где-то раз в месяц-полтора момент засыпания я часто видела что падаю в некий туннель или колодец как мультфильме алиса в зазеркале я даже хотела посмотреть куда я упаду но потом все тело вздрагивала я просыпалась поток в ней шел вот эти энергетические процессы были в теле вибрации были она все это ощущал без принудительное давление душа была удивительно восприимчиво магнит сердце очень мощный но не было правильного правильной реализации не было и нужно было правильной реализации больше ничего вот этих талантов духовных их надо реализовать правильно вот и все все это время я чувствовал поддержку свыше я негде было жить и зарплаты преподаватель никакой квартире я даже не мечтал буквально через полгода после моего принятия решения мне подарили двухкомнатную квартиру меня появился высокоплачиваемые работа в банке я родила второго ребенка и самое любопытное в этом что уйдя с работы вот по рождению ребенка у меня появилось свободное время для духовных поисков но вместе с тем деньги на жизнь приходили сами собой мои банковские клиенты ровным строем пришли ко мне с просьбой не бросать их я продолжал работу на финансовом рынке но уже сидя дома и сейчас нужные суммы приходят нужный момент я учил своих детей чтобы ты был сыт этой курицы пришлось умереть чтобы ты мог сидеть на столе погибло дерево чтобы ты стирал белье из реки забрали хорошую воду а вернули грязную а что ты дал миру если ты нужен миру то на тебя позаботиться многие считают что деньги и духовность несовместимы как они ошибаются вот мой пример реальное тому подтверждение главное твое отношение к ним если ты тревожишься по поводу их отсутствия или много сил тратишь на их накопления то ты зависим от них а господь очень добр он найдет способ защитить тебя от рабства но если его ребенку не опасно играть с деньгами он с ними управляется не теряя равновесие то пусть он ими пользуется если нет привязки к деньгам к материальным каким-то богатством благам если ты готов все это потерять и у тебя мускул ни один не дрогнет то почему бы тебе и с этим не справляться вот поздно важен внутренний внутренний ваш ваше внутреннее состояние по отношению к тому чем вы оперируете чем вы владеете чем вы работаете если вы не боитесь этого потерять если вы не ходите в зависимости от того что имеете то тогда проблем никаких нет это не значит что для того чтобы освободиться от рабства денег или рабства материального мира вы должны все раздать расшвырять и раскидать нет важно ваше отношение к этому непривязанность вот и все остальное если надо господь у вас отберет если будет мешать духовной работе вы его за это поблагодарите а если это не нужно то намеренно какие-то жертвы приносить большая глупость тоже то всегда есть варианты всех есть варианты в духовном становлении который отслеживается ну свыше если вы искренне в сдаче своей той силе который вы открываетесь я всегда спокойно относилась к деньгам могла экономить на булочках не всегда обедаю но копил деньги на сапожке для соседской девочки появились большие деньги можно было оказать помощь детскому дому и школе просто так ты идешь по дороге и видишь ветку который может кому-то помешать это естественно и отбрасывай отбрасываешь не задумываясь нельзя сказать что все шло гладко жизнь работала надо мной и активно училась смирению доверию высшей воли часто и обращалась богу просьбой ты прости меня пусть я ничего не понимаю и иногда проявляю недовольство но ты подожди и обязательно все пойму и все сделаю ведь это же опять не торопила события на понимаешь очень быстро это духовно очень быстро духовно реализации не может происходить это работа кропотливая она говорил господа подожди немножко вот подожди я еще не совсем не совсем в той форме который могла бы тебя удовлетворить и меня на безусловно не удовлетворяет на подожди капельку я все сделаю как ты считаешь как ты считаешь нужным и самая трудная минута я мысль набрала в ладони эту трудность и преподносила ее богу говоря при этом господи только ты можешь решить это наилучшим образом я сыпала сном младенцем поверьте все решалось и мы тоже с вами можем какие-то проблемные вещи очень сложные вещи которые ну кажется ну невозможно их преодолеть и ну бывает то что связано именно с нами с нашей жизни с каким-то внутренними состояниями то можно действительно искренне преподнести перед сном и в проблему ему чтобы он если сочтет возможным ее помог разрешить и действительно некоторые вещи способны чудесным образом разрешаться когда ты абсолютно искренне в просьба к нему если исчерпав свои человеческие усилия это преодолеть бывает так все как-то в одно мгновение это отпадает как какой-то отсохшие болезненные впервые попав на лекции к Александру Васильевичу это было в 2004 году по-моему я поняла причину своих сложностей а главное что я нормальный человек и все мои головные боли не кармы не сглаза и почка говорили мне ясновидящие побродив по разным сектам и религиям прочитав море литература познакомившись с опытом многих людей я стояла в конце дороги и не знала куда идти дальше а тут путь живой реальный начала работать пробовала делал все что советовался на вас еще очень понравилось медитативное чтение я читал всем своим существом пытаясь внутренне пережить сказанное стать самим текстом вскоре исчезли вздрагивание перед сном свон в голове изменил свою тональность стал нежным и тонким и не оказывал психологического давления как раньше я научилась тянуть поток энергии в тело закрыв глаза я видел исходящие световые круги на темном фоне нередко возникало чувство жжения в области над головой как будто на снег рассыпали горящие угольки и от этого снег тает это растворялась энергетическая пробка над головой при этом я шутила болит то чего нет четко работал свидетель помню подробнее познакомившись с историей жизни иисуса христа я сказал и я почти такая же и тот же свидетель встрепенулся вот это гордынько через год переписывая книга шри арабинды веду панишада бхагавадгита есть у него такой труд я почувствовала жар в копчике который периодически поднимался до середины спины месяца три я ходила с этим с этим с этаким подогревом затем сразу после одного из семинаров александр васильевича на котором он говорил о выходе в нирвану и возможных трудностей возникающих при этом ночью я вылетела в это белое безмолвие я пыталась осознать и посмотреть что это такое а свидетель решительно заявилась он василий сказал что там что там делать нечего срочно ныря обратно и в течение еще трех дней я периодически вылетал нирвану но помню о совете вы согласились тоже возвращалась обратно и восстанавливал нисходящий ток энергии все помнит о совете 5 волшебных слов надо помнить после выхода в нирвану от помощь надо нырять обратно там не задержишь там может быть и хорошо временно но там делать нам нечего опять ныряем сюда есть очень четкие рекомендации которые надо просто соблюдать соблюдать и тогда проблем с реализацией пути в каких-то ну что ли проблемных проблемных что ли местах вы просто не будет продвижение по пути сознательной эволюции шло с переменным успехом то взлет то падение но синусоиды вверх-вниз вверх-вниз это не то взлет то падение нормальный алгоритм работы нисходящего потока иногда казалось что ничего не получается мне было легче усмирить свое эго на все твоя воля на все воля божия отказаться от привычек от желаний но установить безмолвие мне было очень трудно мне помогало вождение автомобиля находясь за рулем у меня получалось быть безмолвие здесь сейчас медитативное состояние помогало в вождении было много случаев когда я останавливал машину либо съезжал из дороги на обочину четко понимая что нужно уйти от столкновения которые в тот момент предположить было невозможно а через минуту мне навстречу вылетал автомобиль связи с попытками установить покой в уме у меня было интересное переживание вечером перед засыпанием я медитировал на нос и старался держать ум пустым в голове был просто шторм мыслей чем дальше тем хуже а потом вообще началась паника на всем корабле казалось что внутри на витальном плане даже в клетках тела все возмущенно кричал и куда-то убегала и тут установился покой тотальный покой я заглядывала в себя ощущал бесконечность и благодать я поняла к чему стремлюсь когда во мне возникали негативные проявления мысли отделял их от себя и покаяние молил и господи не малю это избавь меня от этого вот когда возникает очень бутный поток мыслей у кажется их остановить нельзя не надо впадать в панику вы все делаете правильно не обращайте внимание на всю вот эту бузу который мысли устраивает на вашем корабле просто внимательно внимательном виде все это ничего не анализируете не считает что вы что делаете не так если вы правильно ответом относите вот этот период напора мыслей выдерживаете то потом они просто перестают на вас нападать идет своеобразная проверка ну как сумасшедший дом легенький бывает в голове вот вы его переживите понятно никогда не пугайтесь когда вдруг среди кажущейся тишины вдруг какой-то напор шторм если возникает ничего это последний шторм проверки вас насколько вы укрепились правильности выбранного пути насколько вы крепкие что в панику не впадать все нормально проверки должны быть а иначе как укрепить из какой-то малости достигнута и будете думать что ваши все в порядке проверяют вас иногда на искренность прошло еще около года в книге вопросы ответа матери я прочла две фразы которые стали ключом последней двери первое нужно довериться божественному до такой степени я понимала и знала и училась доверять но это откровение до такой степени то есть окажется что можно доверять от одного процента до 100 мне стало ясно что доверие должно быть только сто процентов на все сто процентов уже степень доверие не может быть либо вы доверяете божественному не доверяете и когда человек говорит что я доверяю божественному при этом уже имеет еще таскать некие варианты вот это доверие подрывающие там но что-то так по жизни по жизни он вроде бы доверяет но на всякий случай страхуется на бога надейся а сам не плашает он больше плашает наверное дверь не не плашает вот и поэтому то от одного до ста вот доверие не может быть в процентном отношении измерено либо есть либо его нет даже как любовь она не может быть сильнее там меньше как либо и ты любишь либо ты не любишь ты же доверие и вторая мысль который ей показалось очень очень важный попробуйте осознать божественную милость сделайте навстречу к ней хотя бы один шаг и она сделает навстречу вам 10 шагов это она почитала у матери и открыла внутри себя эту боже божественную милость она была во мне живая пульсирующая это сложно передать словами слова кажется бустыми рядом с этим разве я не знал что бог милостив я же я не имела своей жизни тысячи подтверждений этому после этого переживания у меня начался процесс духовного рождения был три прелюдии 3 предыдовые схватки которые протекали по одному сценарию вечером появлялась нервная дрожь озноб ночью внутри нечто стонало переворачивалось появлялась мысль рождаюсь и процесс останавливался при этом свидетель говорил когда не будет этих мыслей тогда родишься я поняла что нельзя своим я вмешиваться в процесс никакого анализа никакого желания достичь только покой внутри неустремленности полная сдача всевышнего в тот вечер около семи часов я почувствовал себя очень плохо заглянула внутрь это не болезни не мощный исход энергии пошла в постель но пошла уже как на праздник как золушка шла на балла и уже слышалась музыка этого балла я берегла это праздничное состояние главное его не спугнуть и отпустил ситуации тут же уснула уснула просто новый день был воистину новым днем светлое лучащиеся воздушные прозрачные все вокруг было мягким чистым удивительно красивым и все любил о все любил о первые мысли психического существа если это можно было назвать мысли может скорее осознание как много нужно еще сделать в жизни супруг странно проживал период моих родов я ему ничего не говорила но он постоянно вызывал меня на какие-то напряженные переговоры по поводу нашей совместной жизни регулярно два раза в день предлагал мне развод в то утро он вновь что-то мне говорил я его не понимала если раньше его слова обиды и претензии находили во мне отклик и я сочувствовал ему пыталась помочь внутри не собиралась и что-то объясняла и советовала то теперь я не понимала смысла его слов они проходили сквозь меня и улетали куда-то прочь я видел его напряжение видела что он говорит но он ничего не понимал уже потом я осознала что психической сотны счета ты и блаженство ему чужды глупые нервные перипетии этого мира я заново училась жить я не хотелось никому ничего рассказывать они присутствовал некая самодостаточность и полнота в хорошем смысле я хотел рассказать обо всем альсану васильевичу когда мы приехали на семинар в москву он проходя мимо заметил ирина другая вибрационная другая мне этого было достаточно было очень интересно изучать себя людей окружающий мир право был джиду кришна модтик говоря главная книга жизни ты сам она тебе все откроет и я еще отметила что произошло соединение потока нисходящей эволюционной энергии энергии моего психического существа это был широкий поток в котором ощущала соединение двух сил двух сознаний радость сотворчества и взаимопонимания эволюционная энергия высшей степени сознательна в тот момент и я это очень четко осознавал если раньше закрыв глаза и глядя на кончик носа я видел световые круги теперь тоже луч света который направлен прямо в меня меня поразил мое дыхание было ощущение что только сейчас я начала дышать свободно и легко исчезло напряжение мы все делаем с напряжением ходим говорим думаем средними каким-то во всем присутствовал некий волевой импульс это нужно сделать и мы действуем как будто сквозь стену проходим а здесь все непринужденно и поэтому нет чувства усталости целый день можно работать а усталости никакой легко и радостно исчезли все страхи даже во сне ты стал спокойно и уверен каждое утро я просыпаюсь чувством искрящейся радости и привычной доброе утро строится изнутри необычайно искренне само по себе еще я всегда дома это новое чувство что ты дома я тебя любит есть защита всегда уютно и комфортно вы знаете где дома да о чем на ком доме она говорит я физическом доме вот там ты всегда дома ты всегда под защитой ты всегда в тепле чтобы не было вовне там вот дома вот это твой истинный дом вот это ощущение которое никогда не уходит будучи теперь в новом состоянии я попыталась ног исследовать этот момент меня волновало бы вопрос не видне решил задать вопросы вопросов не стало я поняла что больше не могу сказать я не знаю что внутри меня я знаю что в нем есть ответы на все вопросы но они приходят тогда когда это действительно нужно и целесообразно еще нужно быть просто достойным этих знаний действительно состояние такое что ты всего знаешь все знаешь но какие-то конкретные вопросы не задаешь они эти вопросы не задаются но когда нужно получить ответ на то что в жизни случается и нужно дать ответ на какой-то вопрос эти ответ приходит вопрос не задается просто приходит сразу ответ ты говоришь все правильно у меня не хватит слов чтобы выразить это новое состояние почему йоги говорили о важности именно переживания это нужно прожить это нужно открыть в себе окружающие стали замечать особый блеск моих глаз супруг отметил первую тебя в последнее время глаза как тогда в роддоме после рождения сына ведь и правда и радость была такая же вероятно с момента рождения второго ребенка я стала мудрее испытывала необыкновенную радость из самого факта появления на свет ребенка вообще у меня изменилось отношения с детьми мне хочется с ними играть мне легко с ними за ними ухаживать если нужно будет я и сто раз за ночь стану к ним без внутреннего принуждения я и раньше была неплохой матерью но при этом присутствовала доля жертвенности долго поменялось и их отношений ко мне мальчики часто могут просто так проходя мимо подойти поцеловать меня и сказать что они любят меня или какая я красивая а младшенький преподнес мне откровение он был трудный ребенок совершенно неуправляемый невменяемый в сказке позволил себе читать только четыре года на горшок сел ближе к пяти сейчас ему шестой годик но сейчас уже значительно больше и он говорит как хочется мама слушаться как хочется маму любить мама изменилась и контакт с ребенком который несет в себе еще как те самые вибрации божественные которые он не растратил и которые у него не отнялись пока социумом вот он этот контакт сохраняет скудлупа коробка эго исчезла и я психическое было благодарны за это появился позитивный взгляд на мир несколько лет тому назад я посещала худ с экологией мыслей и потом училась позитивно мыслить прикладывая воли сейчас психическое существо растворяет лишние мысли в голове большей частью покой а позитивность мышления приходит сама собой негативно думать не получается мне реже хочется думать вообще для того чтобы решить некий вопрос нужное решение всплывает из центра груди и об этом не надо беспокоиться она сама придет только не мешать не умом не эмоциями я заметила как важно пребывать в реальности тогда и поток идет мощные события в жизни выстраиваться нужно порядке ты всегда знаешь что делать что нужно взять куда позвонить что сказать почему может возмущаться ты делаешь ерунду а потом окажется только такое решение было верным если я решала проверить у сына уроки то потом окажется они писали контрольную тему либо его спрашивали по тем вопросам которые мы с ним повторяли раньше я не проверял уроки у сына теперь мне все интересно он иногда пытается этим пользоваться мама какой рук ты хочешь мне проверить отдельно хочу сказать об ошибках я часто выбрасываясь вовне а нужно научиться жить исключительно внутри если давать волю эмоциям то после бывают до боли стыдно я всегда жестко контролировала ситуации наивно полагаю что моя модель мира правильно а все так просто изменить себя и мир изменится мелочей в этой работе нет и не правда что у нас нет времени для духовной работы у меня двое детей большой дом в городе в этот период мы построили дом за городом и активно занималась стройкой достаточно интенсивный рабочий график и по совести я проявляла хорошую лень можно было бы работать на пути сознательной валюты гораздо эффективнее сейчас у меня началась работа на клеточном уровне иногда энергия входит широким потоком как правило по ночам окутывая все тело напряжение растет и вдруг каждой клеточки вспыхивает молнии миллион молний тело горит но она не испытывает восторг но она испытывает восторг от этого жара при этом кажется изменился воздух он становится необыкновенно свежим меняется запах ты лежишь без движения на усталости или они менее конечно не испытываешь иногда и днем ты дышишь иным воздухом даже зрение становится острее наверное мой случай можно отнести к разряду классических это неважно главное есть путь есть путеводитель есть современный опыт искренность и устремления это пропуск на всем пути и неважно если ты споткнулся и упал важно чтобы ты поднялся и шел дальше жизнь начинается настоящий жизнь начинает с рождения с рождения в духе с рождение истинного я и пусть я делаю только первые шаги не все у меня получается но как все интересно ведь я желаю будущее все вот спасибо сегодня захочем